Добрый вечер. Прямой эфир. Можете звонить. У меня в гостях Владислав Михайлович Сердюк. Мы встречались буквально две недели тому назад. Добрый вечер. Прямой эфир. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что вы оперативно отзывались на нашу просьбу прийти. Итак, разговор у нас представить надо. На всякий случай. Советник, начальник областного управления полиции и эксперт. В первую очередь, сегодня вы у меня эксперт. Хорошо? Пожалуйста. Потому что, как советник, уже мы говорили. Итак, все-таки начнем с сегодняшнего взрыва. Может, вы объясните, что произошло для того, чтобы не придумывали что-то, не надумывали люди вокруг этого случая. Слава богу, никто не пострадал, кроме автомобиля. Не могу, конечно, всех подробностей рассказывать. Но это не теракт, однозначно. Сто процентно это не теракт. Это уже установлено. Это, можно его назвать, бытовым хулиганским проявлением. Там какие-то отношения внутри семьи, по-моему, пострадавшего. Или же с кем-то из его близкого окружения. Но это не теракт. И профессиональная деятельность потерпевшего тоже к этому не имеет никакого отношения. Но этот случай лишний раз доказывает, какое количество оружия у людей на руках. И что эту гранату... То есть, другими словами, если ты обиделся, ты можешь взять гранату и бросить... Да, взрывотехники уже установили, что это была действительно ГД-5. И это подтверждает, что у людей на руках столько оружия, сколько, по-моему, еще не было за всю независимость Украины. Особенно взрывных таких устройств. Ну, граната, она же компактная, небольшая. Ее кинул в карман и пошел себе. Я вам хочу сказать, что после войны в Приднестровье, как раз я пришел в розыск, в милицию и начал работать. Так вот, после войны в Приднестровье мы изымали лет 10, наверное, а может даже и больше, оружия и взрывчатых веществ именно оттуда, с того конфликта. При проведении обыска или при задержании члена... То есть, совершенно по другому поводу, да? Да, да. Но эта война, она все-таки идет ни в какое сравнение с тем, что происходит у нас. По продолжительности, по масштабу. И представьте себе... И по возможности получить оружие. Да, и по возможности получить оружие. И все-таки эта война была за пределами Украины. Представьте себе, теперь у нас третий год война. Оружие там, ну, понятно, ну, море просто оружие. Я не говорю там об артиллерии, о танках. Я говорю о стрелковом оружии, о взрывчатых веществах, о гранатах, тротилах и так далее. Конечно, пункты пропуска не дают 100% фильтрации, которые находятся между линией фронта и остальной, так называемой, условно, мирной территорией. Естественно, что сюда попадает колоссальное количество. Ну, есть примеры того, как там полиция или СБУ периодически изымает где-то далеко от линии фронта, там где-то в Львовской даже области, далеко-далеко, в Центральной Украине, изымает целый арсенал оружия. Везут, продают, торговля оружием процветает. Ну, это в принципе... Она и в интернете процветает. И в интернете, а везде. Ну, это все войны, это сопровождается такая ситуация. На руках у людей очень много оружия. С этим справиться практически невозможно, насколько я понимаю. Потому что обнаружить у обывателя, будем так говорить, мирно живущего, что у него три гранатомета, три автомата Калашникова и две тысячи патронов, совершенно невозможно. Никто и не подозревает, что они у него есть. Это понятно. Ну, это как у Чехова, оно когда-то начинает стрелять. Ну, естественно. Ружье, висящее на стене. Поэтому ситуация, конечно, достаточно опасная. В Одессе все спокойно. В Одессе много туристов, очень много. Сегодня, вот сегодняшний день, потрясающе совершенно. Плохая погода, все бросились в город, машину поставить негде, это правда. Значит, огромное количество людей, туристов. Возле оперного театра такое впечатление, что наконец-то состоялась демонстрация парад. Да, мы понимаем, да. Да, парад, который предполагался. Можно даже не называть, как это демонстрация, но все понимают. Да, людей очень много. И среди этих людей встречаются такие группы довольно странные. В 4-5 человек, не молодых людей, а достаточно таких поджарок, явно имеющих опыт военной выправки, по 4-5 человек, они ходят, отдыхают. Если кто-то из них в майке, то почему-то, может быть, это сейчас мода такая на плечах, или на груди, или на спине, какие-то татуировки, которые говорят, может быть, специалисту о многом, а мне, например, ни о чем. В нем, правда, есть такие, которые вызывают глубочайшее, я бы сказал, не то что подозрение, а такое напряжение, я бы сказал, всякие звезды, орлы, даже свастики. Эти люди, судя по всему, требуют внимания. Что, можете ли вы как-то сегодня заниматься этим? Или вот эти молодые ребята, которые ездят в автомобилях с мигалками по Одессе, они даже не успевают их рассмотреть, если уже на то пошло. Само по себе наличие татуировки, ученые, это не наказуемо. Да. Это раз. Второе, татуировки бывают разные. Сейчас вообще очень модно у разных категорий граждан делать себе татуировки в разных местах. Есть такие какие-то, ну, целые картины рисуют, абсолютно безобидные. Есть какие-то иероглифы, там, одно только в хозяину татуировки понятно, что значит татуировки. Ну, я понимаю, вы, наверное, имеете в виду... Я имею в виду те татуировки, которые говорят о жизни этого человека. Вы имеете в виду татуировки у людей, которые отбывали наказание в местах лишения свободы. Эти татуировки как раз, они отличаются от остальных татуировок для красоты, скажем так, которые делают. Они все читаемы, и каждый какой-то там символ, каждый штрих, он что-то знает. Да, конечно. Он что-то знает. Это биография. Конечно, это биография. Купола, звезды, эпалеты, погоны, свастика. Свастика, кстати, это, значит, так называемая отрицалова. Это человек, который в местах лишения свободы не подчиняется никаким законам администрации. Он живет по своим, там, блатным таким законам. И это значит, что человек часто попадал в штрафной изолятор за, скажем так, за сопротивление режиму. Что с этими людьми делать? Смотрите. Я понимаю, что с ними делать. Эти люди должны быть под надзором. Они мирно себя ведут. Да, они мирно себя ведут до поры до времени. Но все эти люди, они должны быть под надзором. Во-первых, есть такое понятие, как админнадзор. Когда человек приходит и изменивает лишение свободы, он уже приходит с документом о том, что ему установлен админнадзор в связи с тем, что он в местах лишения свободы плохо себя вел. Но вообще в оперативной службе должна быть информация на этих людей. В том числе и на... У вас она была, когда вы работали? Конечно. А сейчас она есть? Были картотеки. Сейчас, к сожалению, есть только то, что было у нас. Но вы уже много лет не работаете в системе, насколько я понимаю. Я много лет не работаю, но я все равно держу руку на пульсе. И я знаю, что сейчас, за последние годы, к сожалению, пополнение вот этой картотеки ранее судимых, пополнение картотеки преступников ведется очень слабо. И это очень плохо. Дело в том, что если, например, совершается преступление... Это при том, что сегодня есть компьютеризация, которая очень облегчает эту систему. А вы знаете, когда не было компьютеров, когда были печатные машинки, и все писалось от руки, и фотографировалось на такие старомодные фотоаппараты, на самом деле было все гораздо эффективнее, чем то, что делается сейчас с компьютером. Вам звонят. Можно мы возьмем звонок? Да. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Вы знаете, я уже давно хочу вашему гостю задать такой вопрос. Дело в том, что два года назад я была участницей вот этих событий 2 мая, мы с детьми были со стороны фанатов. И так получилось, что мы были на линии, как говорится, огня, и у нас была брошена светло-шумовая граната. И пол этой гранаты до сих пор вот у меня, как-то так вот я их сохранила. Ну, доинтересует ли это вас, или это уже можно выбросить? Это первый вопрос. А второй, значит, я работаю на госпредприятии, ну, пока не буду озвучивать. Вот у нас на проходной сидит человек, который, ну, наверное, это не противозаконно, значит, постоянно вот эти российские, там, какие-то они смотрят новости, как, значит, там, наших убивают, все такое прочее. Ну, плюс они ведут, нашел себе подобных, такую пропаганду, что вот Путин самый лучший, Порошенко ничтожество, вот в таком духе. Это вообще противозаконно или это тоже не стоит обращать на это внимание? Спасибо большое. Ну, отвечаю на первый вопрос конкретный, очень конкретный, и поэтому и даю конкретный ответ. Вы являетесь свидетелем и, возможно, даже потерпевшей по событиям 2 мая, и вам прямая дорога в следственное управление областной полиции, проспект Шевченко 8. Приходите, спрашиваете начальника следственного управления Пантелеева, и вас к нему проводят, и там расследуется, до сих пор расследуется уголовное дело по 2 мая, и опрашиваются до сих пор свидетели и собираются общественные доказательства. Тем более, если есть еще какие-то остатки светошумовой гранаты, то, естественно, и это надо все превращать к уголовному делу. Что касается... Это, наверное, важно и по времени, и по... Это очень важно, это очень важно. Возможно, что Наталья даже может что-то пояснить существенное, потому что спустя... Может быть, узнает кого-то на каких-то снимках. Может, кого-то узнает, да, там предъявят снимки, видео и так далее. Что касается второго вопроса, вопрос чисто риторический. Никому не запретишь смотреть российские телеканалы и высказывать там какое-то свое мнение в отношении политиков нашего недружественного соседа. Но тенденция очень опасная. Скажу почему. Помните, недавно была информация о том, что патрульная полиция в Аркадии задержала двух граждан России. Да, которые говорили о том, что они убивают украинцев. Так вот, это случай не единичный. Этот случай просто попал в средства массовой информации, ну, получил широкого глаз. На самом деле, случаев таких очень много, они происходят каждый день. Я знаю, что каждый день в местах массового скопления людей, в Аркадии, в каких-то ночных клубах, на пляжах, постоянно происходят конфликты на этой почве. Постоянно. Где-то вмешивается полиция, где-то там полиция не успевает мешаться. Я знаю, что происходят стычки, где-то словесные, где-то физическое соприкосновение идет между гражданами, с разными полярными мнениями насчет того, что происходит в стране, насчет войны. И это очень опасно, это очень плохо, особенно на фоне всех событий, последних особенно. Вот эти люди, это то поле, на котором и растут вот эти замечательные, в кавычках, вещи, связанные не просто сепаратизмом, а с воинствующим сепаратизмом. Я вот хочу вот что сказать, знаете, по поводу вот этого, раз уж мы уже перешли к этой теме. Да. Я скажу одну грубую вещь. У нас вообще страна непуганных идиотов, вот я так бы сказал. Совершенно заговорится. Очень небольшое количество граждан понимает, вот реально понимает, что в стране война, что в стране огромное количество оружия на руках. И как-то осознают это. Вообще большинство делает вид, что в стране ничего не происходит, их это не касается, все это ерунда. Каждый день в какой-то населенный пункт привозят гроб. Каждый день, а то и не один, каждый день с войны привозят гроб, кого-то хоронят. Постоянные там обстрелы. Гибнут и военные, и мирные жители. Я помню, вот были, по-моему, учения, и там над Затокой пролетела пара вертолетов боевых, и, по-моему, еще пара штурмовиков. И такой шум подняли. Что такое? Летают вертолеты, летают самолеты. В стране война, то слава богу, что летают наши самолеты, а не другие какие-то самолеты. Вот пока люди не осознают это, у нас будут вот такие происходить постоянные конфликты и постоянные недоразумения. Дело в том, что я хочу, чтобы все граждане поняли. Причем граждане, которые придерживаются разных мнений. Вот насчет войны, насчет отношений с Россией и так далее. Когда начнут падать снаряды или бомбы, то они не будут разбирать, кто исповедует там. Какие взгляды исповедуют? Я знаю, что я был в Мариуполе через некоторое время после того, как его обстреляли. Попал на район Восточный. Тот корректировщик, подонок этот, который навел батарею градов на этот район, он перед этим не ходил по квартирам, не прозванивал, не спрашивал, вы за кого? Вы за тех или за тех? Он просто навел, просто навел и все. И 30 человек погибло, в том числе и дети, и огромное количество ранних. В том числе погибли и те, кто говорил, что давайте встретим с хлебом, солью российских солдат. Это все должны понимать. А по последней ситуации в Крыму, вот эта территория наша, где мы сейчас живем, Одесса и другие, она условно мирная. Она условно мирная. Но у нас сейчас объявлен желтый цвет опасности. Вот, кстати, видите, мы перешли к этому. Желтый уровень опасности. Желтый уровень опасности, это предпоследний уровень перед самым высоким, перед красным. Что значит желтый? Многие, вот опять же, многие люди не понимают, абсолютно не понимают, что такое уровень опасности. Желтый уровень опасности вводится в том случае... Мы запросим, это не объявлено широко. Это так, в интернете гуляет немножко. А по большому счету, сегодня все с массовой информацией молчат о том, что у нас желтый уровень опасности. Да, есть проблемы с распространением этой информации. Эта информация появилась на сайте СБУ. Центрального офиса СБУ. Но она почему-то не распространяется. Ну, может быть, боятся паники. Может быть. Желтый уровень что значит? Это значит, что есть информация у спецслужб о готовящихся терактах. И в связи с этим там принимаются какие-то превентивные меры. Красный уровень опасности, я хочу, чтобы все понимали. Это уровень вводится тогда, когда уже совершены теракты. Между желтым и красным очень-очень маленькое расстояние. Очень маленькое расстояние. Поэтому все должны понимать, что ситуация, которая произошла в Крыму, независимо от того, что там на самом деле произошло, пускай другие разбираются. Ну да, насколько она была юмористичной или не юмористичной. Это очень-очень плохой сигнал. Это очень плохой сигнал. ФСБ. ФСБ. Это достаточно мощная спецслужба. Я хочу сказать, что все-таки я считаю ФСБ, будут меня сейчас, наверное, осуждать, наверное, она мощнейшая спецслужба в мире. Мне кажется, что они даже... Я вам скажу, вы совершенно правы. Переются руку... Знаете, чем вы, почему вы правы? К величайшему сожалению. Даже центральное разведывательное управление работает под давлением закона. Они обязаны соблюдать те законы, которые существуют в Соединенных Штатах. Да, вы правы. Точное замечание, да. А ФСБ? У них, да, они... Плевало на любые законы. Рамок нет. Плевало. Они провели сотни, по их мнению, успешных операций за пределами России. В том числе операции по ликвидации людей. У них очень хорошая традиция еще со времен НКВТ, КГБ. Это же правоприемница этих структур. Они циничны. Конечно. И, к сожалению, я не могу сказать, что наша спецслужба, СБУ, они... Ну, пока они не могут им противостоять. Реально противостоять не могут. Поэтому я глубоко убежден, что сейчас на территории Украины у ФСБ широчайшая агентура. Они чувствуют себя абсолютно здесь свободно, как у себя дома. Поэтому ждать провокации нужно не только в Крыму. В любом городе, даже в самой западной точке, казалось бы, благополучной точке Украины, можно ждать... Ну, недавно обнаружили же ребят, которые пытались заложить взрывчатку на железной дороге. Причем это подо Львовом где-то. Звонок, да? Говорите, пожалуйста. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел у вас спросить. Вы говорите, что у нас желтый уровень опасности. Объясните, пожалуйста, мне. Может, я чего-то не понимаю. Сразу хочу сказать, что я против войны. Суды у нас кто захватывает? Неправый сектор в Одессе, в Киеве. Кто судей бьет и издевается? Неправый сектор? Или это русский с Путиным и Медведевым ходит по судам? Понятно. Спасибо. Я хотел вопросик задать. Да, говорите. Ведущему, я хотел у вас спросить. Я еврей. Вы, по-моему, тоже такой же национальности. Неужели вы поддерживаете Бандеру и Шухевича, которые попалили наших родственников полностью в сердце? И вы говорите, что это все нормально? Я знаю, вы можете ко мне домой прийти. Я понял. Спасибо. Нет, я не поддерживаю Бандеру и Шухевича. Никогда не поддерживал и не питал никаких симпатий. Я скажу вам, можно я отвечу? Можно, да. Я могу. Вы знаете, вы говорите о судах, давлении на судей и так далее и тому подобное. Но видите ли, я это скажу при советнике нашего руководителя полиции области. Только что Владислав Михайлович сказал о том, что каждый день происходят конфликты на почве политических разногласий, будем так говорить, отношения к России и так далее и тому подобное. Мы воюем с Россией и среди нас достаточно много людей, которые питают симпатию к нашим сегодня, я не говорю врагам грубо, но противнику уж точно. Я не имею в виду народ, я имею в виду систему. То, что милиция не успевает гасить эти конфликты, это только что вы услышали. Дов� вам сразу сказать, что по моему глубокому убеждению, в связи с тем, что общество не в состоянии гасить эти конфликты, а просто наблюдает за ним на той или другой стороне, сегодня национальные организации, патриотические организации, как мы их называем, могут в этом принимать активное участие и во всяком случае быть той гасящей, будем так говорить, рукой, которая эти конфликты просто убирает с лица нашей земли. Сразу должен вам сказать, что я глубоко убежден, что всякие призывы к тому, чтобы мы сдались, избавились от своей независимости, пытались заигрывать с кем-то, это преступление перед Украиной. И это должно также и расцениваться. И те люди, которые этим занимаются, должны бояться. Только страх может их остановить, а не поддержка со стороны общества. Поэтому рассказы о том, что в суды ходят общественники и давят на студии, должен вам сказать, что вы, как вы сказали, еврей, и моя мама еврейка, папа украинец, мама еврейка, поэтому я еврей. В Израиле я еврей, в Украине я украинец. Так и устроился. Когда вы услышали о суде Чаусе, который в банке, на огороде где-то, держал 150 тысяч долларов, вы сами прекрасно понимаете, что в этой банке он держал мелкую монету для себя, практически. Потому что он не в каком-то западном банке, у него гораздо больше денег, чем в той стеклянной, которую он закопал у себя на огороде. Это на мелкие расходы. Если вы думаете, что он закопал для того, чтобы они выросли, то ему растить их не надо. У него огромное количество денег, и без этих 150 тысяч долларов. Он не боялся этого, не боится, и бояться не будет, потому что это его специальность брать деньги, нарушая закон, несправедливость, распространяя вокруг себя, продажность. И вы хотите, чтобы он ничего не боялся? Да я за тех, кто ходят к нему и сажают его в это мусорное ведро. Потому что хоть этого он будет бояться. Извините за эмоциональный ответ. Я перебил вас, простите. Да, да. Вы уже, в общем-то, все сказали. Давайте перейдем к роли полиции. Я сегодня, в том числе, и вообще всегда удивляюсь многим людям, которые всегда всем недовольны. Вот конкретно по полиции, опять же, вернемся к моей, скажем так, теме. Я сегодня даже в фейсбуке написал, давайте продолжим эксперимент. Была милиция, милиция была коррумпированная, творила беззаконие, работала на... В государстве. Да, на отчетность и так далее. Милицию упразднили, я согласен. Создали полицию. Полиция вроде как лучше, но все равно я ее недовольна. Рост преступности, там не всегда может обеспечить безопасность граждан, не всегда там может, ну, короче говоря, критикуют очень сильно. Ну, хорошо, давайте упраздним полицию. Давайте продолжим эксперимент. Давайте там создадим какую-то жендармерию, что ли. Ну, сколько можно уже. Ну, вот создали этот орган, полиция. Давайте все вместе поддерживать эту структуру и делать все для того, чтобы эта структура работала. Вот, я с вами совершенно согласен. Потому что создается впечатление, и это уже не впечатление, это мнение. Что в связи с тем, что я не сторонник силовых структур. Я не могу сказать, как журналист, я вообще с ними все время нахожусь в контрах. Вы меня простите. Как им государство, в какой-то мере с чиновниками. Я не должен находиться с ними в поцелуях, простите. Но сегодня я могу сказать о том, что создается ситуация, специально провоцируется ситуация, где каждая ошибка полицейского, этого молодого парня или молодой девушки, каждая авария с их участием. А извините, у них сколько у вас в Одессе автомобилей сейчас? 150, 200? Каких служебных? Ну, служебных, я имею в виду, с мигалками этими бегающими. А, у патрульной полиции? У патрульной полиции. Да нет, меньше там. Ну сколько, ну 80. Ну, где-то около 100, по-моему. Это что в этом? Меньше, меньше. Даже меньше. Меньше, меньше. Значит, они гоняют по городу, они преследуют кого-то, они пытаются где-то, куда-то успеть. Наверное, случаются аварии. И каждая эта авария сопровождается совершенно диким воем общественности. Как бы. Значит, каждая их ошибка или каждый их просчет поднимается на щит. Уже в самом начале их деятельности, жизненной и служебной, закладывается огромная масса недоверия. Это недоверие, может быть, в конце концов, сыграет вот ту роль, о которой говорит мой гость. Что недоверие, которое было к милиции, да, сейчас продолжает, как бы, переходить в наследство полиции. Ну, по инерции. Ну, с одной стороны, я понимаю, конечно. Не надо этого понимать. Люди уже, люди застают. Наша ошибка, простите, в том, что мы все время оправдываем людей, которые не понимают. Ну, может быть, это потому, что по инерции столько лет они никому не верили. И сейчас им тоже сложно поверить в том, что полиция другая. Конечно, в полиции работают, в большинстве, люди, которые работали в милиции. Но это не значит, что все эти люди, они остались такими, какими было большинство, да, будем говорить правду, в милиции. Я работал в милиции, сейчас я имею отношение к полиции, я не наблюдаю со стороны это все. Все, я внутри. Да, вы доходите за мной. И я вижу, мне видно лучше, чем тем же журналистам, даже которые занимаются криминальной хроникой или кому-то еще, общественникам. Я вижу, что меняется очень-очень-очень многое. Многое уже изменилось и еще меняется в лучшую сторону. По крайней мере, полиция, руководство полиции начало разговаривать, просто разговаривать с людьми. Понимаете, сейчас проблем, конечно, масса. Но вот руководство полиции, там и лорки Панидзе, и генерал Лорки Панидзе, и его заместители, они открыты, абсолютно открыты для общения. Абсолютно открыты. Постоянно какие-то встречи с общественниками, с активистами, с гражданами, у которых какие-то проблемы. Выезжают, я знаю, выезжают в районы области. Конечно, ну невозможно, столько лет создавалась эта система, и вот по одному щелчку за год, за два что-то изменить, но невозможно. Невозможно это сделать, невозможно. Такая огромная махина, огромная махина. И, конечно, должно пройти определенное время. И критика со стороны граждан, она полезна. Но критика конструктивная и объективная, а не сплошное поливание грязью. Вот по поводу патрульных, вот что хочу сказать. Я патрульную полицию, я, во-первых, считаю грубейшей ошибкой реформы то, что патрульную полицию вывели из подчинения территориальных органов полиции. Из подчинения руководства областной полиции. Это грубейшая ошибка. Но при этом при всем, я тоже их критикую, я знаю, за что я критикую. Но при этом, при всем, я хочу сказать, что патрульная полиция, это не ГАИ прошлое и не прошлая патрульная постовая служба. У них, да, они делают ошибки, у них еще мало опыта, но они этот опыт приобретают постепенно. Вот прошлой ночью наряд патрульной полиции преследовал угонщика на «шестерке». Угнал машину и уходил от них. Догнали, прострелили колесо на огромной скорости. Догнали, прострелили колесо, все, человек остановился, поднял руки и говорит, все, я понял, я сдаюсь. Ну, уровень, нормальный уровень. И они буквально каждую ночь задерживают то ли грабителей, то ли там сгольщиков. Ну, кого-то задерживают, кого-то задерживают. Доставляют в райотдел и там уже дальше с ними разбираются. Поэтому я вот в этой теме, в теме полиции, я абсолютный оптимист и я думаю, что все будет нормально. И со временем полиция действительно станет народным таким органом, который будет защищать интересы всех граждан, а не там какой-то определенной части, у которой есть деньги, как раньше было с милицией. Итак, давайте объясним нашим зрителям еще одну минуту. Территориальное управление не руководит патрульной полицией. Патрульная полиция это самостоятельный полицейский корпус. У них нет горизонтального, как раньше было, горизонтального подчинения. У них сейчас вертикальное подчинение. Они замыкаются на Киев. На Киев, на Эки. На центральный аппарат национальной полиции. Там есть глава патрульной полиции, который подчиняется главе национальной полиции Хатьеды Канаинзе. И я по этому поводу говорю, что это грубейшая ошибка реформы, потому что возникает масса недоразумений между патрульной полицией и райотделами. Они молодцы, реагируют на сообщения, подъезжают быстро, задерживают. Но потом, когда начинается передача людей в райотдел, когда начинает райотдел выяснять, где задержали, а где нет веждоков. Задержались веждоками, привозили людей без веждоков. Где веждоки? В общем, масса возникает таких моментов, которые очень-очень мешают работе. Но это не только с патрульной полиции. Дело в том, что по этой реформе, из подчинения областного руководства полиции выведено подразделение по борьбе с наркобизнесом, управление по защите экономики, ну это бывшее ГСБ, регистрационные отделы, которые предоставляют админуслуги, это бывшее МРЭО. Ну и еще ряд, нескольких подразделений. Это очень сильно мешает работе. Очень сильно мешает. Вы слышали, например, в последнее время какие-то серьезные успехи Бюро по противодействию наркопреступности в Одессе и Дейской области? Я не слышал вообще. Какое-то перекрытие какого-то канала, может быть, наркотрафика, или задержание какой-то серьезной группы, которая распространяла здесь какие-то синтетические наркотики. Так никто и не требует работы в области. Я такого не слышал. Вот недавно информация прошла, вы, наверное, читали, о разоблачении преступной группы, которая переправляла с территории России метадон. Да. Это жучайший наркотик, который просто убивает мозг человека. Это заслуга СБУ и областного управления национальной полицией. Но не вот этого Бюро по противодействию наркопреступности, которое тоже замыкается прямо на Киев. Почему так было сделано? Можно только гадать. Я не знаю, почему так было сделано. Структуры, конечно, эти раньше считались денежными. Ну, понятно, да, наркотрафик, экономика, они считались денежными. Все считалось денежными и до сих пор денежными, к сожалению, в нашей стране. Спасибо большое, закончилось наше время. Знаете, я в заключение хочу, во-первых, спасибо большое, что вы пришли еще раз. А во-вторых, знаете, давайте так. Я хочу попросить. Говорите с этими ребятами, которые ездят на этих патрульных машинах. Если, говорите с ними, нормально говорите. Не ищите в них врагов или людей, которые хотят вынуть из вас деньги или нарушить ваши права. Давайте попробуем. Может быть, эта молодежь, которая сегодня пришла, она, увидев наше доверие, начнет по-другому мыслить, по-другому работать. И действительно, не просто бороться, а быть с нами, с одной стороны баррикады. Спасибо большое, спасибо вам. Спасибо за приглашение. Желтый уровень опасности, это серьезно. Это серьезно. Оглядывайтесь по сторонам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.